Здрасте! Всем, друзья, привет, уреньки! У нас 22-я ферма продолжается. И, в общем-то, продолжаем ровно с того момента, где закончили прошлый раз. У нас он паровозик на заднем плане едет. Я тут, короче, построил... Поставил те самые ряды вот такие вот виноградные. Удобрено на 50%. А, ну я ж поле удобрял, правильно. Но для этой штуки нам, видимо, потребуется опрыскивалка для того, чтобы удобрить всё ещё раз. Хотя, с другой стороны, кстати говоря, если мы проедем нашей удобрялкой вот здесь вот слева, потом вот здесь вот справа, то в теории, конечно, мы это всё дело удобрим. Потому что 24 метра у неё площадь разбрызгивания. Я чую, что я по конченному их здесь поставил как-то. Ну ладно, пофигу. Также, друзья, нам надо, кстати, вот здесь вот гербицидами вот это вот всё дело полить. На какой расход? Давайте мы, наверное, знаете, что сделаем? Мы возьмём в аренду опрыскиватель. Для винограда идёт своя опрыскивалка. Ха. Но ей же теоретически ж можно опрыскать обычное поле. А, на 4 метра всё опрыскивает. Хе-хе. Оно того не стоит. Нам в любом случае надо избавляться от гербицидов, поэтому да, берём в аренду. Точнее, избавляться от сорняков. Потому что я провафлил тот момент, когда это надо было полоть. Берём опрыскивалку 24 метра. 27,33. А что это у неё разные? Да, можно рабочую ширину настраивать. Прикольно. Берём самую узкую. И арендуем. А нахрена на ней номер? Это же прицепное устройство. Нож даже не на колёса. Это же типа не транспортное средство. Ладно, я, видимо, что-то не понимаю. 2000 мы за это платим. И нам нужен ещё поддон с гербицидами. И он тоже дорого стоит, зараза. Ну ладно, мы его берём. Сейчас я это всё дело поеду, загружу, привезу сюда. Должно вроде как хватить. 2 куба на наше маленькое поле. Тут, кстати, недавно вышел модик на GPS. И я себе его поставил. И мы сейчас с помощью него... Так. А, у меня топтание посевов отключено, да? Всё нормально. Так, 24 метра давай разворачивайся. О, смотрите, какая штука. Делаем небольшое смещение, чтобы всё было ровно и чётко. Выстраиваемся по центру. И погнали сейчас тут всё опрыскаем. И будет всё у нас без сорняков. Редактор субтитров А.Сёмкин Как вы видите, довольно быстро я справился. И потратили мы 600 литров вот на всё это дело. У нас ещё в бочке 800 литров осталось. И в цистерне. И раз у нас есть эта опрыскивалка с гербицидами, может быть взять какой-нибудь контракт на опрыскивание от поля 4. Насколько оно большое? Большое, но в теории на него должно хватить. 6000 как бы лишними тоже не будут. Не, ладно. Оставим эти гербициды у нас просто. Поехали, это чудо техники припаркуем. Сейчас ещё надо что-то с виноградом будет сделать. Вот здесь вот мы, наверное, поддончику так вот выгрузим. Потому что сдавать технику-то с нашими гербицидами, какой в этом смысл? Эту штуку мы отцепляем, пускай она так и валяется. А трактор пока паркуем сюда. Готово. Технику, разумеется, из аренды сдаём. Но вот про вафлил я тот момент, когда надо было это самое поле прополоть. Про сорняки что-то я как-то забыл. Удобрено сорняк 75% всё равно. Чёрт. Я же типа, ну ладно. По винограду у нас тоже удобрено. Сорняков здесь пока нету. Не знаю, появятся они или нет. В принципе, дело здесь толком нечего. Эмульчирование вот этой вот всё хернёй я, честно говоря, заниматься сейчас не хочу. Давайте посмотрим по календарю, когда у нас уборочная. В июле у нас следующее уборочное. Это будет пшеничка. Получается виноград мы будем собирать в сентябре. Если повезёт. Тогда идём пока что спать. Если будет что интересное, то я вам покажу. А если не будет, то встречаемся в июле. Итак, добро пожаловать в июль. Значит, что у нас происходит? Во-первых, с виноградом вообще никаких изменений. Сорняк здесь не всходит. У меня в какой-то степени очень сильно радует. Пшеница наша созрела. Сорняк 75% написано. Ну, в общем-то, что поделать. Теплички наши работают, но закончили здесь удобрения. Я тут воды подвёз между делом. И, разумеется, у нас салатики на автоматической продаже стоят и не продавались. Поэтому на балансе у нас теперь 144 тысячи. Какой-то пассивный доход. Но надо будет, в общем-то, сейчас подвезти сюда семена удобрения. Хотя бы чуть-чуть. Плюс убрать урожай. Плюс удобрить вот это вот всё дело. И начнём мы, друзья, с уборки. И знаете что? Раз стоит GPS, мне всё равно делать особо нечего. Поехали, короче, сами уберём это самое поле. Не вижу проблем этого не сделать. Сегодня, видимо, будет много таймлапсов. Я буду работать ручками. Надо только, наверное, прицепчик какой-то подогнать сюда, да? Давайте подгоним. Где вот наша бочка от воды? Вот этот трактор мы возьмём. Кучку отцепляем. Хотя, нахрена здесь прицеп? Я сомневаюсь, что сильно много будет здесь пшенички. Плюс ещё с сорняками провафлились. Видимо, какой-то сбой урожая это всё-таки даст. Но ладно уже. Ничего не поделаешь. Давайте трактор мы припаркуем вот сюда. И сядя в наш комбайн. Такой вот классный комбайн. Надо выровняться. Вот так вот. Разворачиваем комбайн. Запускаем его. И да, только я, знаете, что я вот давно хотел, но всё время забываю. Надо на включение GPS назначить кнопочку. Потому что у меня на геймпаде это было бы сделать удобнее. Только надо найти, как это включается. Ладно, найдём на клавиатуре. Это Ctrl V. Выровнять направление по сетке. Вот эту кнопочку мы и назначим. О, геймпад. Вот такое вот сочетание себе хочу. И работает отлично. Всё, и теперь я погнал убирать. И надеюсь, что это быстро сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья. Первый, в общем-то, готов. И на самом деле, с учётом того, что я два раза объехал вокруг поля, и то не полностью урожая, в общем-то, не так уж и мало. Я вот не знаю, есть ли смысл вообще в трактор это всё дело сгружать. Потому что, вон... Ладно, будем считать, что есть смысл. Давай сгруж... А, ты же ещё и не можешь полный прицеп набрать. Как я всё время про это забываю? Да, я знаю, что эту настройку можно убрать. Но, знаете ли, давайте без этого. Выгружаем пшеничку. Это очень медленно стало по сравнению с 19-й фермой. Вот это вот всё выгрузка, загрузка. Хотя, конечно, что-то в этом есть. Готово. Но вообще пшеницы должно быть прям немало. Я думаю, кубов 40-50 мы соберём с этого поля. Ставим трактор на это же самое место. Ну, или почти на это же самое. И поехали ещё немножко. Убираем. Так, второй прицеп мы собрали. Он будет немножко неполным. Погорячился я с 40-50 кубами. Не будет здесь столько. Ну, в общем-то, ладно, посмотрим. Я, друзья, уже вас мурыжить не буду этой уборкой. Сейчас я побыстренько вот тут доубираю. Всё выгружу. И мы с вами продолжим. Ну, вот и заканчивается уборка. Довольно быстро я это всё сделал. Правильно, поле не сильно большое. А в прицеп всё вот это вот дело не поместится. Блин. Не люблю я такое. Ладно, пофиг, не проблема. Выгружаем всё это в прицепчик. Сейчас я это всё дело припаркую на парковочку. И будем дальше думать, что нам дальше делать с этим полем. С соседним полем, с виноградом и так далее. Да, не сильно много пшеницы у нас получилось. Блин. Не выгружается с выключенным двигателем. Я всё время забываю. Получается 23 куба и ещё 7. 30 кубов получилось с полем. Может быть, если бы я вовремя прополол бы поле, было бы чуть больше. Без понятия. Давай выгружайся быстрее. И глушим двигатель. Значит, а что нам дальше надо делать с этим полем? По факту, во-первых, нужно его удобрить. Короче, кто начитался вот этих вот всяких гайдов, как обрабатывать поля? Я почему-то везде, абсолютно везде, в каждом видел, что удобрение это самая последняя стадия. Причём вы удобряете поле, потом на какой-нибудь другой стадии роста удобряете поле ещё раз. Так вот, народ. Удобнее всего удобрить поле сразу же. Вы его только убрали и сразу же удобрили. После этого вы занимаетесь всякими полевыми работами, посеяли, удобрили сразу же ещё раз. И всё. Дальше тупо ждёте созревания. Я понимаю, что некоторым весело там постоянно следить, а сколько оно там выросло, а стало ли... Это неудобно, поверьте. Вот. Кстати, мы не отделили солому от пшеницы, и я, наверное, зря это сделал, но я забыл про это, если честно. И да хрен с ним. Далее, друзья, по поводу обработки полей. Есть такая ещё штука, как мульчер. Типа новая техника, вот это вот вдавливает вот эту вот всю херню, выжимает последние соки из пшеницы и типа даёт какой-то процент. Так вот, это настолько мизерный процент, что если вы это не делаете вручную, а используете наймета, то вы потратите гораздо больше денег на наймета, чем у вас будет профит от этого урожая. Поэтому пока нет курс-плея или наймета, которому можно не платить деньги, я, в общем-то, этим заниматься не буду. По поводу катка, то же самое. Оно того просто тупо не стоит. Поэтому, друзья, правильный, скажем так, ну, лично для меня более-менее выгодный такой вот порядок действий, это убрали урожай, закультивировали или вспахали, в зависимости от того, что надо. Если появились камни, убрали камни и посеяли. Ну и потом ещё раз удобрили. Ну а потом пропололи, когда сорняки вылезли, если они включены. То есть, всё просто. Поэтому давайте мы начнём с удобрения. А удобрялка почему-то стоит у меня на магазине, а я вообще без понятия почему. А что я такого хотел сделать в магазине, что это чудо стоит здесь. Противовес стоит здесь. А-а-а, я знаю, почему оно стоит здесь. Потому что у нас трактор застрял в этих самых виноградных наших посевах. Я его сбрасывал в магазин, точняк. Тут ещё стоит, кстати, на магазине у нас немножко гербицидов осталось. 800 литров, как я и говорил. Ещё немножко семян осталось. Тут литров, да, 461. В принципе, кстати, семена влезут в сейлку, поэтому сейлку приеду, заполню с этого пакета. Итак, нужно удобрить поле. Давайте это и сделаем. А ещё заодно, как я и говорил... А, у нас эти удобрения здесь нет. Поехали, наполним чуть-чуть удобрений. Как я и говорил, попробуем удобрить вот эти вот самые виноградники. Не покупая распрыскивалку пока что. Вот ту, крутую. Хотя трактор для винограда, видимо, нам купить придётся. Заполняем. Я думаю, что даже вот столько нам прям по горло хвастит. Блин, 5000 сразу минус. Удобрения дорогущие. Кстати, уже бы технику скоро пора бы чинить, наверное. Но это ладно. В общем-то, давайте попробуем вот это вот дело удобрить. Не знаю, удобрится оно здесь или нет. В принципе, можно пока что остановиться. Выйти, да и посмотреть. Удобрено 86. Всё понятно. Всё удобрилось. Отлично. Для тех, кто не верит, то вот оно. Оно, кстати, заходит и до крайних рядов, по-моему, да? Хватает ему здесь. Ну и отлично. Поехали одну проходку пройдёмся. Можно даже попробовать поближе это сделать. Не зацепиться, но чтобы вот удобрилось. Видимо, дотягивается у нас до всех вот этих вот... Судя по карте, дотянулось. Но не то, чтобы прям совсем. Ладно. Давайте-ка сейчас туда по-быстрому ещё поле удобрим. Здравствует GPS. Блин, так медленно передача переключает. Такая просадка на самом деле происходит. Полетели. Удобряем поле. Это произойдёт прям очень быстро. Не, ну правда, довольно быстро получилось. И это прекрасно. Всё, поле у нас удобрено. Осталось его только закультивировать и посмотреть, ещё появятся ли камни. В теории могут появиться, а могут не появиться. Я, честно говоря, не понял, как это работает. Удобрялку пока поставим в силосную яму. Не знаю, почему мне нравится её здесь хранить. Погнали за нашим чизелем. Вот культивировать я вручную, честно говоря, вот ни малейшего желания не имею. Поэтому поставим работника. Ну и вальтера тоже, да. Упс, зацепился. Я надеюсь, ему сейчас ничего не будет мешать здесь разворачиваться, потому что удобрялка, честно говоря, мешала разворачиваться. Что он так эту камеру у меня перевернул, когда я работника поставил? Тряненько. Ну ладно. В общем-то, товарищ у нас пошёл работать. Камешки мелкие вылезают, но как бы хрен на них пока что. Вот, а мы пойдём. Я, наверное, сейчас, пока он тут всё это делает. Вода, семена, нет материалов. Удобрения закончились, да? Надо, друзья, наполнить всё это семенами и удобрениями. Сколько там вообще, где, куда, чего надо? Мена надо по пять кубов на теплицу. Ну, прицеп у нас на восемь. А удобрений можно по прицепу, по целому. Удобрений уходит больше. А семян получается по пол прицепа в теплицу. В общем-то, давайте заполним. Начнём с удобрений, чтобы теплицы сразу заработали. И блин, как же много денег мы сейчас на это потратим, а? По семь. Удобрения по семь, да, заполняет. Удобрения тяжёлые. Семян заполняет полный прицеп. Это мы сейчас просто сорок тысяч вбухаем тупо на удобрения? Кошмар. Просто кошмар. Ужас. Ужас ужасный. Так, где-то здесь был триггер. Я вроде как их понаходил. И вот сейчас он опять нихрена не ищется. Ну, вот как так. О, есть, поймал. Может из-за того, что у меня с терроформингом некоторые проблемы. Поэтому такие с триггерами косяки. Может быть из-за того, что они сами по себе немножко кривоватые. Так, удобрения я по полному прицепу решил высыпать. Да, чуть-чуть останавливаю. О, да, тяжко это будет. Ладно, пофиг. Сейчас наполняюсь. И воды тоже до упора набьём. Опять. Воды больше всего уходит. И на какое-то время мы про теплицы забудем. Они нам будут пассивный доход приносить. Вот, друзья, значится. Привезли мы сюда воды. А в принципе можно через меню посмотреть. Получается они не полностью набиты. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Ну, потому что в разное время вода приезжала. Семена почти полностью набиты в удобрении. Вот по семь кубов мы высыпали. Поэтому как есть. Пока что я думаю этого хватит. На какое-то время потом привезём ещё. Трактор этот куда-нибудь вот сюда. Вот мы сейчас поставим. И далее, друзья, нам надо решить, что мы будем сеять. И знаете, что мы будем сеять? Мы будем опять сеять пшеницу. Что-то вот очень хочется мне заниматься пшеницей. У нас есть 41 куб. Продавать мы её не будем сейчас. Посадка будет в сентябре. Также в сентябре у нас будет уборка винограда. Поэтому всё это дело совместим в один день. И это прекрасно. А значит у нас сейчас вот этот вот товарищ заканчивает свои вот эти вот тёмные делишки. И мы, видимо, спим до сентября. Плюс у нас немножко баланса прибавится. Потому что начнёт продаваться салатик. Надо будет обзаводиться техникой для уборки виноградика. Тут вроде как с полем типа всё в порядке. Оно удобрено на 100%. Сорняков нету. Известь здесь не нужна. Пахта не нужна. Короче, всё хорошо. В теории мы должны получить самый такой чёткий урожай. Я на самом деле и хотел убрать вот это вот поле. Сеять поле после уборки винограда. Чтобы посмотреть, что это такое. И имеет ли это здесь смысл. Потому что у нас на самом деле вот здесь вот справа осталось поле, которое не было в течение сезона никак задействовано. И это не очень хорошо. В общем-то мы сейчас посмотрим, что такое этот самый виноград. Будем ли мы им сейчас заниматься. Есть вероятность, что мы просто снесём вот эту вот всю херню, которую мы здесь высадили. И потом просто какое-то место отдельное выделим. Когда-нибудь прикупим поле. Вот, например, вот это. Неплохой вариант. Короче, где-то потом высадим мы какую-то плантацию. Но это ладно. Это потом будет. Пока что давайте ждём уборочную. Ну, друзья, добро пожаловать в сентябрь. И снова у нас теплички. И тут немножко воды останется в этот раз. Я уже так по полной, знаете ли, решил тут всё забубенить. Также, значит, по семенам у нас в теплицах всё нормально. Они не так быстро расходуются. Удобрения. 2 800 ещё осталось. В общем-то, можно это будет на следующий день всё заполнить. И 134 тысячи у нас на балансе. Как-то на удобрение уходит очень много денег. Если воду ещё покупали, не знаю. Но это сейчас у нас не сезон, скажем так, для теплиц. Может быть, можно будет найти какой-нибудь большой склад для всего этого дела. Поставить. И продавать тогда только в феврале. Но это надо брать прицепс автопогрузка. И ещё, скорее всего, надо будет, не знаю, стримить, начинать всё это дело. Но пофигу. Что у нас с полем? У нас культивация закончилась здесь. Камешки не повылезали. Остались только вот в тех местах. Так, а что ты здесь не культивируешь? А, культивируешь. Молодец. Я на самом деле время мотал, не дождавшись, пока он закончит. Потому что, в принципе, какая разница? А значит, в этот день, в сентябрь нам надо собрать виноград. И для этого нам нужна штука для сбора винограда. И я так понимаю, без вот этой хреновины мы не обойдёмся. Нам её придётся арендовать. И заплатим мы за это, твою мать, 12 тысяч. Я боюсь, что мы ни хрена не отобьём, не окупим. А ещё нужен специальный прицеп. Вообще, давайте в наборах посмотрим. Просто тут это всё проще делается. И да, надо будет ещё подрезать вот эту всю херню. Культур-культиватор, это нам не надо. Специально вот прицеп вот такой нам нужен. Арендовать. Да, прицеп, благо, недорого стоит. Обычный прицеп, походу, виноград не сыпется. Но погнали посмотрим, что это за такие приблуды интересные. А довольно-таки прикольная приблуда, на самом деле. Правда, я не понимаю, как она-то с такими размерами поместится между рядами. Или я очень узко прям засадил здесь. Она ж, правда, не влезет здесь ни хрена. Я, видимо, реально очень узко засадил. Она разворачивается как-нибудь? Она разворачивается. И разворачивается она, это я понял. Прикол, она здесь не вылазит. Вот это прикол. Как это работает вообще? Ладно, погнали тогда вот по этому ряду. Он ни хрена не собирает. Нельзя сложить при включенном. Но он же как бы включен. Что ещё надо сделать? Какие здесь есть кнопки? Разложить, сложить, включить, выключить. Что-то новенькое. А я понял. Знаете, что я делаю неправильно? Надо ехать прям по этим рядам, скорее всего. Вот так вот. И пропускать вот эту всю хреновину между колёсами. Нет? А было бы логично. А, я потому что не попал ни хрена, я понял. Вот так вот. Да! Чёрт! Прикольно. Оригинально. Блин, надо на обложку скриншотик сделать. Блин, без водителя получается. А вот так с водителем нормально. Дынь! Ну, погнали собирать. Ну, его здесь прям немного будет. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Да, не сказал бы я, что у нас получилось дохрена винограда, и скорее всего мы потеряем на этом деньги, и труба как-нибудь открывается, труба никак не открывается, это гениально просто. Длин, а в обычный прицеп точно нельзя? Точно нельзя, здесь нет значка винограда. Ладно, поехали за прицепом. Я, честно говоря, думаю, что не будет вот эта вот вся тема виноградная популярна у игроков, потому что курсплей-то с этим говном-то работать не будет. Теперь вопрос, как это высыпать. Надо, наверное, подъехать сюда. Нет? Кажется, это было бы вполне логичным. Ладно, попробуем с этой штуки как-нибудь выгрузить. Да, оно выгружается вот так вот. Прям синенький виноградик. Дешевле было бы, конечно, руками просто взять и собрать эти грозди, чем брать в аренду за 12 тысяч вот эту технику. Но мне была просто интересная механика. Я знаю, что мы потеряли на этом денег. Ни хрена не заработали. Сейчас ценник, кстати, на виноград самый низкий. Почти самый низкий. В октябре будет еще ниже. Самый хороший ценник в мае, но мы не будем ждать мая. Мы поедем его продадим сейчас. Тоже на Марисон. Ну, твою ж мать. Еще за тысячу брать поезд. Не поедем мы на Марисон. Магазин-фермерский сад. Мы его отправим. 2000 за это отобьем прицеп. Магазин-фермерский сад. А потом ты приедешь вот сюда. Короче, давай, начинай работу, ездить и продавай. Верная продукция для выбранной цели. Ну, конечно. Видимо, не тот фермерский сад. Там же два триггера. Есть в обработку винограда. Там триггера нет. У меня... Да, понятно. Это так не работает. Тогда есть в обработку винограда. Что тебе могу сказать? Вроде как нашел путь. Блин, а тут прицеп мешает. Да, дерьмо случается. Ладно, мы прицеп объедем сами. Сейчас-то ты доедешь? Сейчас он доедет. Нормально. Также виноградную вот эту вот хреновину мы сдаем. Из аренды. Она нам больше не нужна. И, в общем-то, наверное, мы эти виноградники сейчас здесь снесем. А как их отсюда снести? Кто мне расскажет? Ну, типа, если мышкой кликаешь на построенный бункер, то он предлагает его снести. Вот виноградники так не работают. Гениально. Неужели их культиватором надо сносить? Или там плугом каким-нибудь условным? Ну, давайте попробуем. Что нам терять-то? Отпускаем культиватор. И не происходит ровным с счетом ничего. Ладно, я понял. Тут еще и нуждается во вспашке. Ммм, интересная ситуация. Нашел я. Вот кнопочка снести есть. Что, их теперь вот так вот по одной, что ли? Ладно, можно сделать это быстро. Хорошо, согласен. Мне это нравится. Видимо, придется только здесь пахать теперь. Ладно, мы сейчас культиватор запустим. Может, он здесь все закультивирует? Надеюсь, обойдемся без плуга. Короче, виноград пока что не для нас. Потом как-нибудь мы в него выйдем. Если придумают, как это упростить и автоматизировать. Потому что я руками это делать не очень хочу. Для того, чтобы это было выгодно, это надо делать большое поле. Виноградников должно быть много. А там придется все время ручками и культивировать, и все, в общем-то. Придется делать ручками. Я такое не хочу. Культиватор уже на 23% изношен. Добьем, наверное, до 50, поедем починим. Ну что, ты будешь культивироваться? Не найдено поле. Вот же ж, черт. А если я тебя так опущу? Понятно, это не поле. Это нынче не поле. Придется брать плуг. А после плуга, скорее всего, повылазят камни. Черт. Ладно, давайте пока мы, знаете, что сделаем. Пока мы тут находимся. Где у нас какой-нибудь свободный трактор? Ладно, Вальтеру поставим. Нет, Вальтеру не будем ставить. Вальтеру у нас под плуг пойдет. Вот этот трактор возьмем. Поставим пока сеять другое наше поле. Блин, по-хорошему не надо было бы в магазин за семенами сгонять. Ладно, поехали в магазин. О, 2 400 за этот самый. Простите, я поеду по полю напрямик. Я всегда так езжу. 2 400 мы получили за виноград. Оно того не стоило. Ну то есть это надо просто в большом объеме все делать. 8 литров семян после прошлой посадки осталось. Давай, заполняйся. Сеялку в любом случае придется дозаправлять, поэтому я не заполнял ее полностью. И давай, друг, блин, какой-то мод камеру переворачивает, когда работника ставишь. С этим понятно. Давайте возьмем еще в аренду плуг. Самый маленький. Тут немного работы. Блин, ну самый маленький-то прям вообще маленький. Давайте вот этот на 2,5 метра. 816. Поеду его цепану по-быстрому. И, короче, он здесь тоже не пашет, а значит надо ставить функцию разрешить создание полей. А я этого делать очень не хотел. Черт. Потому что ровно сделать это искусство. А я не умею. Благо есть GPS. Нихрена ты мне тут размерчик выдал. Это больше на правду похоже. Похоже-то похоже. А вот такая ли у тебя ширина на самом деле? Ширина не такая. Ладно, давайте чуть-чуть тогда влево пододвинем на пару пикселей. Вроде как будет примерно по краю. В принципе, в принципе нормально. Главное еще здесь попасть. Вот так вот, бздынь. Можно еще, да, дальше. Вот так, нормально, пойдет. Значит границы поля будут вот такими. Черт, он все равно даже по GPS, вы видите, сделал не очень ровно. А все почему? А все потому что рельеф. Ну да ладно. Очень хороший вопрос, как там с той стороны это грамотно сделать правильно. Хотя, кстати, с учетом того, что можно терраформировать, можно не париться по поводу ровности и потом подровнять это все кисточкой. Это у меня, знаете ли, привычка со старых ферм осталась. Что надо сделать все ровно, потому что если не сделаешь, то потом все, трындец. И шип пропала. Да, совсем неровно пошло. Пару миллиметра и камни вылазит, а? Черт. Ладно, потом подрихтуем терраформингом это все. Делаем, чтобы красиво было. Этот блок ни хрена не два метра, кстати. Я вам ответственно заявляю, он ни хрена не два метра. Хотя он косой. Неизвестно, как этот GPS работает со всеми этими смещениями, со всей этой фигней. Ну да пофигу. Знаете, есть у меня подозрение, что надо просто брать с запасом, потом терраформингом все править обратно. Это дело так не люблю, так не люблю. Короче, ладно, пойдет и так. Запахиваем все вот это вот остальное. Конечно, надеюсь, тут пробелов не будет, но черт. Ладно. Итак, друзья, в общем-то я тут все допахал. И повылазили камешки, как и ожидалось. Ко мне здесь немало. Хотя и не то, чтобы прям много. Но для начала давайте мы немножко подровняем поле, а именно в терраформинге. Надо сделать красоту. О, черт, лишнего цепанул. Ладно, пойдет. Здесь вот у нас еще кусочек был кривой. И вот здесь самый такой большой кусок. Здесь тоже, в принципе, можно подровнять. А еще знаете, что не круто? Короче, вот эта вот зарисовка трава в 19-й ферме, после этого вырастала трава. А здесь она нихрена не вырастает. Ее нужно высаживать вручную. Вот так вот. И это не круто. А еще она очень дохрена денег стоит. Поэтому, чтобы все это дело поправить, навести здесь красоту, нужно неплохо так потратиться. Я, по-моему, что лишнее там насадил. Вот здесь, да. Вот здесь мы травку возвращаем. Ну и вроде бы выровнял. Не знаю, как вот здесь. Здесь мне сдается, что, кстати, красаватенькое все сделал, да. Поэтому мы еще чуть-чуть убираем. И еще чуть-чуть травки мы сюда засаживаем. Все пойдет. По-хорошему бы еще вот здесь вот все вот это травой засадить. В принципе, можно это... Черт, и это 3000 стоило. Серьезно? Почему так дорого? Ладно, я уже начал, поэтому я закончу. Давайте вот отсюда. Здесь пускай выкашено будет. Черт, сколько денег на это уходит, а? Я сейчас потрачу весь бюджет просто свой. 38 тысяч осталось. Как же по-ублюдски это сделано все-таки? Ну ладно, никуда не денешься. Хотим красоту? Должны платить за это бабло. Ну теперь здесь вон травка растет. По факту ее можно даже будет косить, наверное, цветочками. По красоте. Ладно, давайте сейчас уберем камни отсюда, то, что здесь повылазило. Попробовал Никита, короче, поставить виноград. И просто просрал все деньги на то, чтобы все вернуть. Ну ладно, все деньги, конечно, я не просрал, чтобы все вернуть. Блин, тут тоже так некрасиво вот этот остров получился. Черт. Ну, надо здесь тоже вернуть траву. Другого никак. Все, теперь погнали, соберем камни. Их, благо, не очень много. Разворачиваем эту шайтан-машину, опускаем ее и включаем. И собираем камешки. Так, я понял. Надо наймиться ставить, да и все. Сейчас прикол, он еще что-нибудь не соберет. Наймиться ставим просто вот эту полоску. То, что я запахал, он это быстро сейчас сделает. Вроде погнал, вроде даже нормально все. Тут как будто все теперь закультивировано. И это правда идет как закультивировано. Представляете? Подборщик камней, он же культиватор. Вот так вот. То есть, если паха-то собираете камни, то культивировать не надо. Это приятно. Ладно, давай там вот это вот все собирай. На самом деле довольно интересно все у нас сегодня получилось. Пустую потратил немножко денег. Но, в принципе, я люблю в пустую тратить деньги. Я имею в виду вот этот лужайку с травой, да. В общем, ладно. Смотрите, какой у нас дальнейший план. Вот это поле я тоже засаживаю пшеницей. И будем собирать бюджет. Потому что я 150 тысяч пытаюсь собрать на одну интересную покупочку. Но это ладно. Обо всем этом потом узнаем. Может быть, как-нибудь постримим мы. А может и нет. Я пока не знаю. Так вот, в следующей серии, получается, мы встретимся уже на уборке вот этой самой пшеницы. Потому что вряд ли что-то произойдет интересное до этого. Если произойдет, то я вам покажу обязательно. Вот. Вот эти вот ребята у меня сейчас тут все сами доделают. Я все засею. Тут с удобрениями всю вот эту херню я разберусь. Короче, да. Как-нибудь встретимся. Планы пока что, в принципе, у меня в голове есть. А вы, если хотите о них узнать, то подписывайся на канал. Тогда не пропустите и узнаете, что я хочу сделать. Вот. На этом, в общем-то, у меня сегодня все. Лайкочки, комментарии не забываем. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Всем остальным спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилы. И всем пока-ки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин